В четверг прошла лекция, ребенок пришел домой. Изначально муж у меня услышал впечатление ребенка. Муж мне говорит, послушай-ка, что у нас ребенок говорит. Что-то как-то странная лекция у ребенка пришла. Нам рассказывали о том, что, представляешь, гаджеты у нас есть для того, чтобы она за нами следить. И добавлю, что вот ребенок сегодня с четверга, вторник, да, вот вчера мы смотрели материал по окружающему миру, искали информацию про древний Египет. Мы заводим гугл, он говорит, мам, вот сейчас через веб-камеру за нами следят. Я тебе точно говорю, моему другу даже гугл присылает эти смс-ки. У меня еще есть младший ребенок, который не был на этой лекции, но из рассказа он же слышал, что рассказывает старший. И когда вечером подключаешь телефон, да, он загорается, подключение, он говорит, мам, за нами точно следят. Я там прийти внимание, что иногда телефон сам по себе начинает зажигаться. То есть вот так ребенок отреагировал. Это еще не все. Потом ребенок еще рассказал такую вещь тоже. Я вот, во-первых, меня уже непонимание вызвало обо всем, понимаете. Потом ребенок мне говорит, еще мама нам вот рассказывали, что вот сейчас вот война вот как бы на территории Украины. И там вот, мне даже, я вот не знаю, можно такое уговорить, потому что я вот, ребенок заплакал и говорит, вот ты представляешь, там вот ребенка к дулу этой танка прибили, маму за крючком зацепили и вот стали по всему Славянску. А потом они ходили по домам и забирали вещи. А если старички просили, оставьте хоть рюмочки, это вот я цитирую ребенка, их расстреливали. А зачем вообще лекция о чем была? Вот у вас правильный вопрос. То есть на чем была посвящена? Я после этого села и тоже подумала, я сейчас не поняла, почему была посвящена вот эта лекция. Когда я спросила, что же было на лекции, она сказала, мама, мне страшно, я не хочу об этом говорить. Конечно, я как родитель начала забивать в поисковике личность Агулова Ивана Васильевича, на что нашла очень противоречивые отзывы. Ну, в частности, все-таки я вывела своего ребенка хотя бы, ну что-нибудь расскажи. Мама, я очень сильно плакала, меня вывели из зала. Ну, почему вывели? Там было очень ужасно. В общем, я так поняла, что не только моя дочь, не только у Ирины дети, даже взрослые ревели. И потом, когда я начала информацию искать об этом человеке, и она видела, что я это делаю, видела его персону, слышала его голос. То есть она просто убегала, и ей было страшно. Дело в том, что он везде под эгидой идет при поддержке президента, программа при поддержке президента России о нравственно-патриотическом воспитании. Соответственно, мы стали как бы искать, что это за человек, если он оперирует вот такими данными. Нигде мы не нашли, действительно ли он, как написано, профессор психологических наук, артист России, Молдавии, Украины. Ну, нигде мы не нашли этому подтверждения. Соответственно, возникли вопросы, что это была за лекция, дети после нее, вот я говорю. И самое главное, нам не могли предоставить это в школе, эти документы никакие. То есть кого не пустили в класс работы с нашими людьми.